Зараз это нейтральная полоса на белорусско-украинской границе. Кап-трапию сюда необходимо пройти целый комплекс мытных и пограничных процедур, но подчас Великой Ачины граница была достаточно умовной. Когда мерковать по злоткам сал-информбюро, эта территория была вызвана 28-го вверх, 1943 года, подчас Чарнеговско-припятской наступальной операции. Сегодня война нагадала об себе снова. Эта подея зараз в самом початку Великой Ачины 21-й кавалерийский полк заходный пограничный округ оборонял Украину. У Кировоградской области бои были настолько жесткими, что с 1200 пограничников полка у живых застались и не больше 200 человек. У вынеку почуковых работ останки некоторых загинувших отрывался вызначать. У тымнику вороженца Витебской области молодшего сержанта Тимофея Морозова до речи побольше за ним лежали представники еще двух народов – русского и украинского. В яме от воронки снаряда лежал и командир Морозова, лейтенант Филатов. Также по медальону удалось прочитать его имя из России, а также украинец Кириченко из Сумской области. Разом с останками загинувшего пограничника белорусскому боку передаются так же особистые речи героя. Церемония урочистая и жалобная одночасовая. Представники Украины кажут о подячности белорусу за проявленный героизм и о почутке поваги до оборонцового чины. Сегодня в Украине есть специальная программа по пошуку загинувших червоноармейцев и передачу их останков на малую родимую. Наши громадские организации, которые есть при государственной и прикордонной службе Украины, активно работают над этими вопросами. И мы прикладываем максимальный усилий для того, чтобы каждый военнослужащий, который поклав свое життя во время этой кровавой войны, был похован на своей земле, где он родился. И мы прикладываем максимальный усилий для этого. Загинувший подчас обороны Украины пограничник Тимофей Морозов уродженец вёстки судиловича Дубровинского района Витебской области. Однако, знаете, его родных пока не отримался. Подчас Великой Айчины вёстка была полностью снищена и частково отновлена только в послевоенный период. Зарастом наличивается всего три подворки. По этой причине в пограничном комитете приняли решение об заховании останков Тимофея Морозова в братской могиле, которая находится на Минщине. Траурный кортеж проследует на территории Республики Беларусь. И в дальнейшем он будет похоронен в братской могиле в деревне Тарасово, где уже похоронены наши пограничники, судьба которых также была неизвестна и которые на сегодняшний день не имеют родных и близких.